Олимпийские игры В каком качестве? Ну, сборная России может ехать только в одном единственном качестве, в качестве сборной России С флагом и с гимном? Конечно Если же, допустим, 5 числа, когда в Лозане будет принято решение, давайте, ну, попытаемся как-то, может быть, предвосхитить, пофантазировать, что, дескать, отдельные спортсмены могут ехать под олимпийским нейтральным флагом Как мы отнесемся к этому решению? Ну, вы знаете, я, честно говоря, не стал бы фантазировать, все-таки я участник был пяти олимпиад Олимпиада предполагает участие все-таки сборных команд стран Парад участниц, олимпийская деревня, все живут в номерах у раскрашенных цвета национального флага, вывешиваются флаги, играет гимн Поэтому, честно сказать, я даже такой мысли не допускаю, для меня даже такое возможное допущение не мыслим Но если все-таки такую мысль допускают наши иностранные партнеры, получается, что мы объявим спортсменам сборной России, что, ребят, вы не едете ни в каком качестве? Мое мнение, нельзя ставить спортсмена перед таким вообще очень сложным моральным выбором Потому что для каждого спортсмена это всегда, конечно, тяжелейшая всегда история Потому что спортсмен готовится к олимпиаде всю жизнь, понимаете, для многих это единственный шанс Поэтому я уверен, что спортивные чиновники и в МОКе, и в других организациях прекрасно, прекрасно это понимают Надеюсь, что они не поставят наших спортсменов перед таким жесточайшим выбором Ну вот, Палтон, что мне нравится, определенный сдержанный оптимизм сейчас я чувствую в нашем разговоре, господа, это прямой эфир На чем он основан? Вот если возвращаться к неприятным событиям, которые были в Сеуле, не была критована Русада и так далее, и так далее Ну, дело в том, что все не в Сеуле, наверное, в Рио-де-Жанейро, да? Идем дальше Но это была немножко другая история, тогда только, по сути, было развитие всей этой истории Поэтому сейчас, конечно, все будет по-другому Сейчас уже президент Международного Олимпийского комитета объявил, что решение будет принимать МОК Не отдаст на откуп Федерации принятие итоговых решений Действительно, очень волнительно ждем 5-е число, 5-е декабря Работаем вместе с комиссией Освальда, с комиссией Шмидта Но еще раз, я уверен, что все-таки Международный Олимпийский комитет создавался именно для того, чтобы объединять спортсменов, спортсменов разных стран И я считаю, что надо все-таки в стороне оставить всю эту политику, которая сейчас, к сожалению, активна Но мы стараемся это делать, но на Западе не получается, и даже зачастую на Востоке Давайте мы в Сеул вернемся И я вспоминаю недавнее интервью и ваше, и Александра Дмитриевича Жукова, руководителя Российского Олимпийского движения Вы сказали о том, что задавали такие вопросы, что, в общем, хоть стой, хоть падай И сложно даже вообразить, что мы готовы были это все выслушивать Что за вопросы? Ну, я вам скажу первое Что было положительного, да? Значит, никто, ни один представитель ВАДА не ставил вопрос о неучастии сборной команды на Олимпиаде То есть в прениях, так скажем, да? Такого не было, такого не было ни в прениях, ни в кулуарах Эти вопросы не задавались и не обсуждались В отличие от такого же заседания, которое было накануне Рио-де-Жанейро Это первое Второе, безусловно, был доклад комиссии по соответствию, который возглавляет Джонатан Тейлор Так вот, адвокат из компании Бертон Берт Значит, выступал я, выступал Александр Дмитриевич Жуков, президент Олимпийского комитета Мы рассказывали о том, какую огромную работу проделала Россия по реформированию нашей антидопинговой системы Мы убеждали в необходимости принятия вот этих решений о соответствии нашей антидопинговой организации Ведь, по сути, она уже выполняет де-факто, наша организация уже выполняет все функции антидопинговой организации То есть она планирует тестирование, тестирует, проводит обучающие мероприятия Вот осталось только де-юре этот статус подтвердить К сожалению, наши доводы не были услышаны в этот раз А что вы говорили? Вот какие были доводы? Потому что, ну, от нас требуют признать государственную поддержку допинга чего не было И от нас требуют отдать допинг-пробы, которые сейчас опечатаны Следственным комитетом Российской Федерации Но здесь, я так понимаю, что к ведомству Бастрыкина может обращаться, ну, как минимум, такое же ведомство той или иной страны Да, но дело в том, да, действительно, есть два требования ВАДА Первое требование это признать, по сути, безаппляционно весь доклад Макларана На что мы никогда не пойдем Это первое Потому что в России не было никогда государственной системы поддержки допинга Мы говорим о том, что да, в России произошел сбой Да, действительно, были нарушения в российском антидопинговой организации В лаборатории Следственный комитет сейчас проводит, уже полтора года проводит расследование Совсем недавно было заявление Следственного комитета по этому поводу Поэтому, понимаете, Министерство спорта, спорт развивает в России А Следственный комитет выполняет свои функции Нет, ну, поди объясни это нашим иностранным партнерам Я все-таки возвращаюсь к тем вопросам Что спрашивали? Вот пришел Павел Колобков, вот Александр Жуков И говорит, господин Жуков, господин Колобков Ну, вопросов, на самом деле, достаточно были Во-первых, вопросов было очень мало Что, честно сказать, мне показалось неправильным Потому что тема серьезная и требовалось серьезного обсуждения По сути, было три вопроса Первый вопрос задал профессор Паунд Значит, он задал вопрос, скажите, пожалуйста, кто у вас в ФСБ дает указания? Это был первый вопрос Ну, это можно на сайте посмотреть Директор ФСБ, господин Бортников Это было даже смешно, потому что вы вообще не очень поняли даже этот вопрос И мне кажется, никто не понял Второй вопрос задал один представитель от комиссии спортсменов Он задал вопрос по поводу каких-то хакерских атак Причем тоже не... То есть занимались эти в Министерстве спорта, Павел Анатольевич? Да, да И кто конкретно занимался? Тоже очень смешной был вопрос Но главный вопрос, то, что было по существу Это как спортсмены других стран могут быть уверены в том, что все наши спортсмены, которые будут участвовать в Олимпиаде Пьенчанки, что они все чистые и все проверенные Что вы ответили? Значит, ну в первую очередь, вы знаете, что уже полтора года, полтора года, наш российское антидопинговое агентство работает совместно с английским антидопинговым агентством, то есть планирует, осуществляет тестирование То есть нас проверяют там? Мы, не совсем так, совместно работает российское антидопинговое агентство вместе с английским антидопинговым агентством То есть они планируют пробы, производят забор, все пробы отправляются за границу в различные зарубежные лаборатории и там проверяются То есть наши все спортсмены, как в летних, так и зимних видах спорта, многократно уже проверены. Кроме этого, мы пошли, по сути, на такой шаг, что все наши зимние федерации заключили дополнительные соглашения со своими женами федерациями, чтобы дополнительно их протестировать, чтобы ни у одной федерации, ни у одного спортсмена, даже теоретически, не было сомнений в их чистоте. И с учетом того, что сейчас у нас никаких допинговых историй не возникает, мы можем сказать на весь мир, что мы выступаем чистыми. Что у нас, да, были определенные проблемы с допингом, о чем я много раз говорил, что мы победили эти проблемы и сейчас готовы чистыми бороться на Олимпийских игр. Дмитрий, я вам даже более того скажу, что если мы говорим про статистику 2016 года, то есть у нас примерно 0,6% положительных пропов, это гораздо меньше, чем у других. Да, конечно, из всех тех, которые брали. А в 2017 году на данный момент 0,4% положительных пропов. То есть это меньше, чем во многих-многих странах. Но, тем не менее, если говорить про непризнание РУСАДы, про невыдачу аккредитации, мы говорим о том, что да, Олимпийская поездка все-таки, она, может быть, наверное, не сильно будет ориентирована на это решение, но паралимпийская поездка и участие наших лейкоатлетов целиком зависят именно от этого решения. То есть паралимпийцы, получается, боже мой, ну мимо паралимпиады? Нет, ну не совсем так. Во-первых, мы будем бороться. Сейчас, вы знаете, что в Международном паралимпийском комитете избран новый президент. Будем работать с Международным паралимпийским комитетом, будем с ними обсуждать. Но, конечно, эта ситуация самая тяжелая. Самое тяжелое это то, что сейчас происходит с легкой атлетикой и с нашими паралимпийцами. Как вы поддерживаете сейчас паралимпийский спорт? Потому что люди лишены возможности соревноваться уже на втором старте подряд. Ну, во-первых, мы создали целую систему соревнований. Вы знаете, что в прошлом году, когда они участвовали ни в Рио-де-Жанейро, мы для них провели специальный для ребят турнир. Безусловно, мы сохранили всю систему подготовки, всю систему соревнований, систему финансирования. Выплаты, деньги. Людям есть на что жить? Ну, конечно. Мы внимательно отслеживаем судьбу каждого спортсмена-паралимпийца. Поэтому для нас это такой вот вызов, конечно, очень неприятная и, я считаю, очень несправедливая история по отношению к нашим спортсменам-паралимпийцам-легкой атлетикой. Давайте Сергея Шубенкова послушаем, нашего блестящего легкоатлета, который пропустил несправедливо, но мы все понимаем, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро потом в качестве нейтрального атлета выступал на чемпионате мира, выиграл медаль. Но вот сейчас получается пока то, что получается. Сергей Шубенков. Не могу сказать, что у меня были какие-то там ожидания или надежды. Я с ними еще завязал в том самом 2016-м. Однако, конечно, хотел, хочется уже, чтобы какой-то здравый смысл возобладал, но вот все у нас с этим. Как-то получается. Вот. Дальше меня очень забавляют всегда разговоры о том, что вот Россия может остаться активная, Россия может остаться без влага, без этого там были спортсмены как-то в каком-то дурацком статусе поехать. То мне тоже, так сказать-то, я вот на это все со своей юридической точки зрения в первую очередь смотрю. Если у нас есть Олимпийский комитет России и с ним все в порядке, то не может быть и речи ни о каких ограничениях. И сборная должна поехать полноценно. Ну, то есть в максимально возможном составе никаких допусков или недопусков именно со стороны Олимпийского комитета быть не должно. Но грустно еще то, что если Русада сейчас не восстановилась, то скорее всего в конце ноября отношений Великой Атлетической Федерации России будет принято, Российской Федерации Великой Атлетики, будет принято отрицательное решение и наши нейтральные свистопляски опять будут продолжаться на следующий год. Вот это грустно. Но ведь я в первую очередь за своих. Сергей Шубенков, уважаемые друзья, Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион у нас в гостях. У нас еще накопилось очень много вопросов в прямом эфире, в том числе в отношении друзей и недругов. Мы продолжаем наш эфир, точнее продолжим его буквально через две минуты. Оставайтесь с нами и вопросов очень много. Колобков у нас в прямом эфире, дамы и господа. Через две минуты продолжаем. Все на матч, это прямой эфир, министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион Павел Колобков у нас в гостях. Прежде чем, Павел Тович, мы продолжим с вами разговор. Вот, друзья, по поводу противников и союзников. Очень серьезное и аргументированное мнение одного из самых авторитетных спортивных журналистов в мире. Аналитик из США Алан Абрахамсон. Он 17 лет отработал в Лос-Анджелес Таймс, был главным обозревателем на NBCOlympics.com. Трижды получал Эмми за работу на Олимпийских играх и так далее, и так далее. Вот смотрите, Олимпиада, друзья, для всех, что говорит американец. Это означает, что россияне должны выступать в Кенчхане под своим флагом. И если победит российский спортсмен, одному богу известно, какое количество раз их сверху донизу проверяли за прошедшие два года на допинг. Значит, он или она должны услышать гимн России, и это означает, что русские имеют право быть русскими, а не людьми без гражданства, выступающими под нейтральным флагом. Это говорит человек, который в Америке, ну, суперзвезда. По поводу союзников и противников, что в Сеуле говорят люди, говорили? Ну, на самом деле, потрясающие слова, вот, честно сказать, очень, мне кажется, наверное, больше сказать невозможно, чем сказал этот уважаемый спортивный чиновник. Вообще, хочу сказать, что все те, кто действительно хочет разобраться в ситуации, кто неогульно предлагает запретить всем россиянам участвовать в соревнованиях, в принципе, это наши партнеры. Но такие люди есть, они спрашивают про имена, пароль и я. Людей много, таких людей много, это много президентов федерации, очень много, с которыми можно нормально вести человеческий разговор на нормальном человеческом языке. Есть люди, вот, конечно, которые выступают категорически против, ну, вы знаете, они неоднократно выступали, и такие люди есть, и, честно говоря, мне не хотелось бы называть их ни фамилией, ни имен, мне кажется, это не столько, это неинтересно. Но я вам хочу сказать, что мы чувствуем достаточно серьезную поддержку. У нас много друзей. А что же мы так прокалываемся? Я вот возвращаюсь к недавнему интервью почетного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, который вспомнил Тирана, который сказал, что Родченкова при Сталине расстреляли бы. Ну, здесь, знаете как, после Солт-Лейк-Сити, ну, тут и тогдашнему президенту ОКР, если что, не позавидуешь, но вот зачем такие заявления? Мало того, что это Твиттер Зеппельта, так еще и Гардин, средства массовой информации Запада педалируют. Ну, что ж мы болтаем-то так? Ну, во-первых, мы уже привыкли ко многим заявлениям западной прессы. Я протягачу, а вот сейчас, Павел Тойчич. Они, конечно, с удовольствием подхватывают любую такую тему. Но вообще, вы знаете, ну, действительно, тема очень живая, она всех волнует. Действительно, Илья Илья Васильевич, он переживает, и, ну, видимо, у него эмоции и наболело. Ну, вы знаете, я думаю, что при Сталине, наверное, и нас бы отстреляли бы, в том числе и меня бы. Давайте сейчас в суе не будем сейчас касаться. Ну, в этом, ну, я, честно сказать, я не могу комментировать то, что сказал Илья Васильевич. Уважаемый руководитель... Ну, хорошо, надо быть все равно тебе предельно осторожными сейчас, максимально, естественно. Друзья, ну, вы понимаете, что неравнодушна вся страна. И, глядя на то, в какую ситуацию попадают наши лыжники, которые умудряются еще и по таким давлениям выигрывать важные уже международные старты, и как все переживают, в том числе близкие люди, уважаемые друзья, и прямо сейчас настоящий крик души матери Максима Валикжанина. Внимание на экран. Я Руфима Павловна, мама спортсмена Максима Валикжанина. Когда Максим учился в третьем классе, каждый школьник должен был записаться в какую-нибудь секцию. Перебробовав несколько спортивных секций, он остановился на лыжах. Спортом Максим занимался каждый день. После уроков лыжная секция где-то 10 километров пробежит, где-то 20 и 25 бывает. Первую победу свою он одержал тоже в третьем классе. Я только начал заниматься в спортивной секции, были районные соревнования. Все, к чему он стремился, всю жизнь свою стать олимпийским чемпионом, все рушится на глазах. Была на работе, и мне вот сказали, что Максима поймали на допинге. Но этому я, конечно, не поверила. Я за несколько минут добежала домой, переоделась и сразу ушла в церковь. Ну, я его только успокаиваю. Максим, сильно не переживай. Он мне сказал, мама, ты ночи спи. Ты, наверное, больше меня переживаешь. А как не будешь переживать? Международный олимпийский комитет должен отвечать за своих спортсменов, за те анализы, которые они сдавали. Они же все приняты были, в целости. Ну, как два года они хранились, кто теперь должен отвечать за это? Больно и обидно до слез вот это слышать про своего сына, что он пожизненно отстранен от участия в играх. Но Максим никогда не мог этого сделать. И невиновные люди не должны быть наказаны. Он всегда был честным, справедливым. Я ничего не нарушал, моя совесть чиста. Но, собственно говоря, вы знаете, это никого не может оставить равнодушным. Что-то пару дней назад я уже об этом говорил. И еще раз скажу, да, вот это интервью, собственно, даже выложил обычный подросток из Санкт-Петербурга. То есть все переживают. Но как, ну, Russia, но Games, да, уже нет России, нет игр. Хэштег уже возникает. Уже поднимаются дети, которые хотят смотреть своих кумиров. Кстати, о лыжниках. Ведь сегодня должно было состояться решение ФИС по поводу того, что могут ли наши ребята выступать в соревнованиях под эгидой Международной Федерации, в том числе и пожизненно отстраненной от Олимпиады. Вот вы на связи и с Вяльбе, и с Федерацией. Какие новости? Мы сегодня обсуждали этот вопрос и с Вяльбе, и с Бокаревым, который представляет нашу ассоциацию там. Курирует бизнесмен. Да, да. Ну, он курирует, возглавляет ассоциацию. Ассоциацию. Вот. Он представляет, по сути, пять видов спорта, пять федераций. Вопрос сегодня обсуждался, но они оставили его, Международная Федерация оставила без рассмотрения. Ждут официального решения по нашим шестилыжникам, потому что до сих пор официального решения нет. Есть только резолюция. Я так понимаю, что еще доказательную базу требует, естественно. Да, нужна доказательная база. Второе, что очень приятно, если мы говорим, кстати говоря, о тех людях, которые реально хотят разобраться в ситуации. Значит, они просят доказательные базы. Значит, они просят не политизировать решение всех этих вопросов. Это сама Федерация? Конечно, это Каспер сегодня официально. Жан-Франко Каспер? Да. Он сегодня это официально сказал. Безусловно, против, конечно, против за отстранение всей команды России. Я знаю, что выступала американская делегация. Кто мог сомневаться. Выступала. Но по факту, действительно, решение пока не принято. Я уверен, что Международная Федерация лыжных гонок уж серьезно подойдет к этому вопросу. То есть, вот сейчас, Павел Иванович, я прошу прощения, мы можем выступать, то есть, ребята на данный момент могут выступать в соревнованиях под эгидой ФИС, и я так понимаю, что вообще не ставился вопрос о том, чтобы, может быть, ну как, Федерацию дисквалифицировать или Ассоциацию дисквалифицировать. И я все-таки надеюсь, что такой вопрос даже и не возникнет. Ну вот, Александр Легков, уважаемые друзья, тут новые заявления российского спортсмена. Давайте посмотрим. После слушания дела обвинявшие нас люди подходили, жали руки, желали удачи. Для нас эти пожелания остались загадкой. То ли эти люди действительно сожалели о содеянном, то ли подсмеивались над нами. Со стороны выглядело наверняка странно. Все это Александр Легков. Уважаемые друзья, еще цитата Легкова. Я так понимаю, что есть еще личные записи, которые ничем не отличаются от списка Дюшес, который обнародовал Григорий Родченков. От них и отталкивается комиссия, на слушании которой мы присутствовали. Но по тем, кто присутствовал в зале заседания, было видно, что они не хотят нас слушать. И особо не вникали они в наше объяснение. Вряд ли кто-то из них понял, что мы говорили от души, сердца. Искренне переживали по этому поводу. Они явно были готовы к тому, чтобы вынести нам обвинительный приговор. И вот здесь, возвращаясь, Полточек, к началу нашей беседы. Ощущение такое, что да, мы рассчитываем на правильный вывод 5 декабря. Но складывается ощущение, что прописано уже решение. Люди, спортсменов не слушают. Вот уже есть кем-то обоснованное. И вот выполняют этот заказ, если хотите. Ну, действительно, вот такое ощущение возникает. Но мы не сдаемся. Я вам хочу сказать, что во время всех слушаний присутствуют эксперты. Присутствуют эксперты различных наших лабораторий, криминалистических. Значит, пытаемся доказать нашу правоту. Но, еще раз, есть очень много способов. Но кроме дисциплинарных слушаний, их есть еще и КАС. Есть еще и другие способы доказывания. Сейчас пока решение официальное вынесено в отношении 6 лыжников. Сейчас ждем решения в отношении еще ряда спортсменов. Следующие слушания будут 22-го, 23-го. Ну и потом 4-го уже декабря. Действительно, там серьезная, совершенно юридическая компания швейцарская защищает наших спортсменов, представляет их наших спортсменов. То есть ведется такая очень серьезная, аргументированная работа. У нас 20 секунд. Нас смотрят, слушают спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм. Что вы как министр сейчас скажете нашей сборной? Я хочу сказать. Вся страна сейчас переживает, болеет. Сейчас то время, когда мы можем все объединиться, все объединиться и поддержать всех наших ребят и наших спортсменов. И, кстати, очень приятно вот то, что вы сейчас сказали, тот хэштег, который сейчас уже вот этот мальчик... Запустил фактически, да. Запустил. Но Раша, но Геймс. Нет России, нет игр. Это по сути, это глаз наших болельщиков, это глаз людей, которые действительно болеют за нашу команду, переживают. И я хочу всем нашим спортсменам сказать, что с вами вся страна, с вами все, и мы сделаем все для того, чтобы постоять наше честное, чистое имя. На том стоим. Олимпийский чемпион, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Я Дмитрий Губерниев. Друзья, всего доброго. Счастливо. До встречи.